Проблема употребления спайса молодыми людьми стоит сегодня довольно остро. Уже в 2014 году были зарегистрированы случаи употребления подростками этой курительной смеси. Несмотря на то, что показатели года ниже предыдущих, говорить о тенденции уменьшения случаев употребления спайса пока не приходится. В целом проблема распространения наркотиков не теряет своей актуальности. И в настоящее время вызывает озабоченность в том, что в данной преступной деятельности зачастую участвуют уже несовершеннолетние. По прошлому году у нас были не единичные факторы, когда несовершеннолетними участвовали в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе и спайсов. В текущем году такие уже примеры есть. В начале встречи молодым людям показали фильм о вредном влиянии спайса на организм молодого человека. К слову, привыкание эта курительная смесь вызывает уже после первого применения и сразу же вызывает галлюцинации. От употребления этого наркотика страдает весь организм. Человек теряет контроль над своими чувствами и эмоциями, теряется в пространстве и становится так называемым овощем. Спайсы – это большая группа психотропных веществ, которые являются синтезированными. Это синтетический препарат. И по своим свойствам это является наркотиком. Вызывает тяжелые опьянения психотического уровня и с бредом, с галлюцинациями. И вызывает очень быструю зависимость. Кроме профилактических встреч с молодыми людьми, регулярно проводятся беседы и с социальными работниками, и педагогами, которые могут первыми забить тревогу и в случае необходимости помочь оступившемуся молодому человеку. Потому что только совместная заинтересованность и плодотворная работа в этом направлении смогут принести нужные результаты в борьбе с пагубным явлением. Продолжение следует...